Долгие годы поклонники Холодного Сердца задавались вопросом, откуда у Эльзы появились волшебные способности. Безуспешно гадая, что это, Дарс выше, врождённая аномалия, или может быть ужасное проклятие, поразившее девушку по вине её предков. Теперь же, когда вышел новый трейлер предстоящего сиквела, мы наконец-то сможем удовлетворить любопытство зрителей. И пролить свет на причину возникновения у главной героини ледяной магии. Однако, предупреждаем, правда может вас шокировать. С младенческого возраста в жизни Эльзы было всё, о чём только может мечтать маленькая девочка. Красивый и уютный замок, достаток, сотни слуг, с удовольствием выполняющие любые поручения своей юной повелительницы, любящие родителей и, конечно же, озорная малышка, навсюду хвостиком, следующая за старшей сестричкой. Тем не менее, несмотря на все блага, имеющиеся в распоряжении нашей героини, чувствует себя абсолютно счастливой, ей мешала сверхъестественная, разрушительная и непокорная волшебная сила, текущая по её венам. В финале первой части истории, к огромной радости зрителей, Эльза всё же смогла обуздать свою магию и направить её в позитивное русло. Однако, как мы узнали из трейлеров, посвящённых грядущему продолжению, вскоре после коронации, сверхъестественная сила девушки вновь вышла из-под контроля. В результате, под влиянием своего необычного дара, новоиспечённая королева внезапно стала слышать странные потусторонние голоса. А на Эренделла и его жителей обрушилась самая настоящая небесная кара в виде жутких ураганов, свирепых бурь и неистовых гроз. Причиной природных катаклизмов, свирепствующих в государстве главных героинь, вне всяких сомнений послужила Эльза. Однако, откуда в ней взялся дар управлять зимней стихией? И почему, вместо того, чтобы слушаться свою хозяйку, он, наоборот, пытается её уничтожить, остаётся загадкой? Точнее, оставалось, потому как теперь, когда вышел новый трейлер будущей картины, мы, кажется, получили ответ на интересующий нас всех вопрос. Итак, в самом начале ролика из рассказа короля Агнара нам становится известно, что во времена его юности где-то далеко-далеко на севере рос зачарованный лес, всё в котором, начиная от лёгкого ветерка и заканчивая мелким камушком, было проникнуто волшебством. К сожалению, во время разговора с дочурками, король Агнар не стал вдаваться в подробности относительно того, почему лес закрыл от посторонних свои границы. Наверное, не желая пугать и загружать юные умы девочек, слишком страшной для них информацией. Тем не менее, по отдельно взятым кадрам трейлера, нам всё-таки удалось восстановить картину минувших дней, и выяснить, из-за чего лесные духи ослобились на внешний мир. А малышка Эльза унаследовала неподвластный ей магический дар. Так, давным-давно, когда родители наших любимых принцесс были ещё детьми, в окрестностях зачарованного леса появились люди, облачённые в красивую форму и вооружённые острыми мечами. Внимательно изучив их экипировку, а также герб, изображённый на щитах воинов, мы установили, что наблюдаемые нами персонажи являются представителями королевства Эренделл. И хотя на данный момент объяснить мотивы их вторжения на территорию лесного царства и причины их агрессии по отношению к его обитателям пока не представляется возможным, всё же, ничто не отметит тот факт, что вина за невинно пролитую кровь и учинённый в этих местах разгром лежит на их плечах. Впрочем, изначально, если верить словам тролля старейшины, представители двух народов мирно сосуществовали друг с другом, и ни один из них даже не помышлял о том, чтобы пойти войной против дружеского племени. Более того, первоначальное появление в этих местах Эренделлской армии было обусловлено благими намерениями, причём, как мы поняли из трейлера, эти намерения носили весьма романтический характер. Итак, если вы внимательно посмотрите на прибывшую из Эренделла делегацию, то в толпе физически крепких и одетых с иголочки солдат, вы, несомненно, заметите фигуру юного короля Агнара, который, судя по его нарядному виду и блуждающей на лице глуповатой улыбке, пришёл в здешние места свататься. В эпоху Средневековья, как вы наверняка знаете, ранние браки были самым обычным делом, причём они, как правило, заключались не столько по любви, сколько из взаимовыгодных соображений. Исходя из своих текущих потребностей, будь то желание расширить свою власть, увеличить размер богатств или же разрешить территориальные споры с другими государствами, родители будущих молодожёнов самостоятельно выбирали своим детям подходящую, по их мнению, партию, получая в результате состоявшегося союза то, чего так страстно жаждали. По всей видимости, тогдашний король Эренделла и по совместительству отец принца Агнара решил совершить подобную сделку с вождём зачарованного леса, обручив своего сына с его дочерью Идуной. Но зачем ему это понадобилось? Вот вопрос. Если обратить внимание на деяния будущих супругов, то нетрудно заметить, что парень с девушкой не только принадлежат к разным народам, но и вообще являются людьми разного социального круга. Соответственно, делаем вывод, что родитель Агнара решил породниться с лесными жителями вовсе не из желания обогатиться за их счёт. Скорее всего, бедный народ привлёк к себе внимание правителя Эренделла своим магическим искусством, с помощью которого мужчина наверняка хотел обеспечить своему королевству защиту от внешних врагов, в частности, от предков мерзавца Ханса, живущих на Южных островах. Не исключено, что главы соседствующих с Эренделлом королевств неоднократно покушались на территории, принадлежащие нашему герою. И в связи с этим он решил заручиться поддержкой людей, владеющих сверхъестественной силой. Судя по рукопожатию, которым обменялись отец Агнара и старейшина лесного племени, в одной из сцен трейлера делаем вывод, что сделка, на которую рассчитывал король, всё же состоялась. Однако, спустя какое-то время между союзниками произошёл конфликт, приведший в итоге к кровопролитной междоусобной войне, последствия которой ужасным образом отразились не только на её прямых участниках, но также и на их потомках. Если вы обратите внимание на сражающихся людей, то неизбежно заметите среди них мужчину, сильно выделяющегося на фоне остальных воинов. Он силён, отважен и прекрасно владеет мечом, а его аристократичный вид, гордый взгляд и белокурые волосы, в точности как у юного принца Агнара, дают нам все основания полагать, что этот человек никто иной, как правитель Эренделла и по совместительству дедушка Анны и Эльзы. Тем не менее, если приведённых выше аргументов для вас недостаточно, чтобы поверить в родство данного персонажа с нашими любимыми героинями, тогда держите ещё одно доказательство, подтверждающее правдивость наших суждений. Так, в сцене разговора Анны с Кристофом, за спиной последнего можно увидеть портрет мужчины, являющегося точной копией воина, которого мы с вами минуту назад лицезрели на поле сражения. Вряд ли в королевском самке стали бы вешать фотографию постороннего человека, поэтому напрашивается логичный вывод, что загадочная личность, изображённая на одном из снимков, украшающих стены дворца, имеет самое что ни на есть прямое отношение к нынешним правителям Эренделла, а также является ответственной за поразившее Эльзу проклятие. Как мы уже сказали выше, когда-то давно дедушка наших героинь в окружении своей многочисленной свиты прибыл в зачарованные земли, чтобы просить у их жителей покровительства. Однако, вскоре после того, как королевские лесные народы заключили дружеское соглашение, правитель Эренделла пошёл на своих союзников войной. Почему так случилось? В трейлере, конечно, открыто не говорится. Тем не менее, по его отдельно взятым кадрам, а также репликам персонажей мы с вами можем установить причину произошедшего. Так, в одной из сцен рекламного ролика, мудрые тролли, обращаясь к Канне и Эльзе, предупреждает их о том, что магия очень притягательна, и в одиночку противостоять её искушению практически невозможно. Поэтому, дабы в ней не раствориться, он призывает сестёр держаться вместе. Что же касается отца принца Гнара, то он, по всей видимости, не знал о негативном влиянии волшебной силы на разум простого смертного. А возможно, будучи человеком самоуверенным и непокорным, считал, что он не подвластен её чаром, поэтому без тени страха пользовался всеми благами магии, которые ему предоставляли добрые лесные жители. Однако, в скором времени желание самому обладать колдовской силой настолько вскружило мужчине голову, что он, недолго думая, решил присвоить себе волшебное сердце леса, и за чего жестоко поплатился. За дерзость, тялчность и невежество лесные духи прокляли правителя Эренделла вместе с ним и каждого первенца королевского рода. Сам же лес с тех пор перестал пускать кого бы то ни было на свою территорию и отрезал жителей зачарованных земель от внешнего мира. Время шло, король Агнар и королева Эдуна, успевшие пожениться ещё задолго до этих трагических событий, обзавелись славными дочурками и в конце концов перестали вспоминать о зачарованном лесе. Однако, сам лес не забыл про их семью и привёл в исполнение своё проклятие, наделив старшую дочь супружеской пары ледяной магией. Для маленькой девочки волшебная сила оказалась настолько непомерной, что контролировать её вспышки оказалось весьма затруднительным занятием. Поэтому родители, обеспокоенные тем, как бы Эльза не причинила себе вред, приняли решение обратиться за помощью к троллям. На вопрос старейшины тролля и том, была ли принцесса рождена с таким даром или же проклята, отец малышки ответил, что рождена, поскольку на тот момент они с женой ещё не знали всей правды. Тем не менее, впоследствии Агнар и Эдуна всё же догадались, что происхождение чудесной силы Эльзы каким-то образом связано с зачарованным лесом. Поэтому, не раздумывая, отправились туда в надежде получить ответы на интересующих вопросы, а также разрушить злые чары, поразившие сердце невинной принцессы. К сожалению, добраться к месту своего назначения у супругов не получилось, поскольку на пути к нему они трагически погибли. Что же касается нас, то мы, в отличие от короля с королевы, с самого начала знали о том, что волшебный дар Эльза является результатом наложенного на неё проклятия. Поскольку об этом свидетельствовало множество самых разнообразных фактов. Например, аномально-белоснежные волосы принцессы. Из всей семьи девушка была единственная, чьи локоны имели такой необычный светлый оттенок. Однако, когда она по неосторожности ранила Анну, то прядь волос последней также приобрела характерный жемчужный окрас, тем самым вобрав в себя часть проклятия своей сестры. Повзрослев, Эльза стала слышать таинственный голос неспроста. Лес, а возможно его жители, желающие поскорее освободиться из надоевшего им зачарованного плена, стали взывать к могущественной девушке, в надежде, что она придёт и разрушит наконец ужасное проклятие, заставившее страдать их народы. Теперь нашей героине предстоит отправиться прямиком на север, дабы узнать, что сделали её предки и расплатиться за их грехи. Правда, никто не знает, какой именно будет эта расплата. Вполне возможно, что дабы избавиться от своего проклятия, Эльза будет вынуждена пожертвовать собой. В ближайшее время мы, скорее всего, не будем выпускать ролики по холодному сердцу, однако в группе ВКонтакте новости, посвящённые этому шедевру, будут публиковаться постоянно. Кроме того, прямо сейчас в группе проводится опрос относительно того, кто милее верный друг Рапунцель Паскаль или новоиспечённый питомец Эльзы Саламандры Жбруни. Обязательно оставляйте свой голос и вершите судьбу. Ссылка на группу будет в описании. Подписывайтесь.